Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоустова Слово к верующему Отцу Продолжение Ясно доказав это, исследуем теперь и то, кто легче скорее может пасть Впрочем, здесь не нужно нам исследование Хотя сохранение целомудрее легко для человека женатого Как пользующегося великою техою в отношении к прочим добродетелям И для него это оказывается не очень легким Однако здесь мы видим падающими более женатых, нежели монахов Не столько выходят из монастырей для вступления в брак Сколько от брачного ложа уходят блудницам Если же миряне так часто падают в том, против чего им легко бороться То что им делать с прочими страстями, которыми они возмущаются более, нежели монахи На этих, конечно, сильнее нападает похоть Так как они не имеют общения с женщинами Но прочие страсти могут и не приближаться к ним Тогда, как мирян сильно преследуют и поражают самую голову Если же монахи и в том, в чем сильнее бывает у них борьба Побеждают легче, нежели люди, не подвергающиеся такой борьбе То они, очевидно, гораздо легче последних устоят против прочих страстей Которыми они не возмущаются Так, крестолюбие и страсть к удовольствиям И власть, и всему прочему, обыкновенно гораздо легче преодолевается ими, нежели мирянами Как на войне и в сражении мы называем более легкую не ту часть борьбы Где мертвые падают часто один за другим, но ту, где падают редко и немногие Так надо бы насудить и об этом предмете Крестолюбие легче преодолеет не тот, кто вращается среди мира Но тот, кто пребывает в горах, первый легко и побеждается им А побежденного крестолюбием надобно причислить к идолослужителям Колосиным 3.5 Последний, если имеет деньги, не захочет оставить без пособий родных своих Но с охотой отдаст им все между тем, как первый не только оставит их без внимания Но и обидит не меньше чужих А это уже другой род идолослужения, тяжелее первого А надо мной исчислять все прочее, что монашествующим и легко побеждается А мирян не излагает с великою силой Как же ты не боишься и не трепечешь, войдя сына в такую жизнь В которой он скоро может быть побежден пороками Или тебе кажется делом маловажным, служить идолам Быть хуже неверных, отрицаться делами от служения Богу Чему всему скорее подвергнутся люди, привязанные к миру, нежели монахи Не видишь ли, что тот страх твой – пустой предлог Если уже надо бояться, то не за тех, которые избегают волнений и поспешают к пристани Но за тех, которые носятся по волнам среди вихрей и бури Здесь скорее могут быть кораблекрушения, оттого и волнений больше и те, кому предстоит бороться беспечнее А там и волн таких нет, и великая тишина, и усердия больше в тех, которые должны бороться Поэтому мы и привлекаем других к пустыню Не для того, чтобы они только облеклись во волосиницу, надели на себя велиги и посыпались пеплом Но чтобы прежде всего другого избегли пороков и предались добродетели Кто же скажет, неужели все женатые погибнут? Не это говорю я на то, что им, если захотят спастись, предстоит больше трудов По неизбежной необходимости, потому что несвязанному легче бежать, нежели связанному Но получит ли он и большую награду и блистательнейшие венцы? Нет Потому что он сам налагает на себя эту необходимость Между тем, как можно бы и не налагать И так, когда у нас ясно доказано, что мы подлежим ответственности одинаковой с монахами Пойдем не сами по удобнейшему пути и сыновей поведем по нему А не станем, как враги неприятели, потоплять их и увлекать бездной порочности Если бы это делали другие, было бы не так ужасно Но когда родители, испытавшие все житейское и на самом деле узнавшие, как пусты, настоящие удовольствия, доходят до такого безумия, что увлекут к ним других, так, каким самим возраст уже не позволяют предаваться им И когда им следовало бы укорять самих себя за прежнее, дергают туда же и других, и притом находясь уже близ смерти, суда и тамошних истязаний То какое останется для них оправдание, какое прощение, какая милость Они будут наказаны не только за свои грехи, но и за влияние на детей Успеют ли они довести их до падения или нет Продолжение следует